Написано. Более того, после войны, сразу каким-то образом, это период ссылки Калмута в Сибирь, после этого, почти до 70-х годов, 80-х годов, а 110-й Калмутско-Кавалерийской дивизии было очень много негативно написано, в том числе и СМС информации. И как-то сложилось таким образом, что 110-й Калмутско-Кавалерийской дивизии каким-то образом разбежал, перешел на сторону врага, потом в камыши ушли и так далее. Хотя на сегодняшний день нужно отдать должное учеными Республики Калмыкии, историками, написано очень много книг, СМС информации, написано много очерков и так далее. И мы посчитали нужным память об этих воинах отмечать в Республике Калмыкии. И вот такой закон был принят. Более того, хочу сказать, мы были инициатором принятия закона о плодородии земли. А вы знаете, что такое Республика Калмыкии, плодородия земли. В связи с тем, что вот такие бурцы, которые переехали сюда в 60-х годах, наверное, помните. Я помню, когда в школу мне бабушка заворачивала голову в плоток, значит, и я вот с этим плотком ходил в школу, потому что на улице невозможно было выйти. Вот этот пыльный буй в 60-х годах, все, наверное, кто здесь живет, все прекрасно помнят. Невозможно было ответить. Потом нужно отдать должное, когда начали заниматься, значит, по борьбе с опустынями, да, была схема, генеральная схема, схема принята правительством, советским правительством, генеральная схема по борьбе с опустынями. И, в принципе, когда начали, значит, закреплять пески, значит, мы, вот в последнее время, так сказать, песков их не было. Начиная, значит, с прошлого года, с прошлого года, когда пришла, значит, засуха, а вы знаете, по некоторым районам уже в течение 7 лет идет засуха, значит, 7 лет идет засуха, значит. А в прошлом, в прошлом году, это было повсеместное засуха, значит, начались пыльные бури, подчеркиваю, значит, у некоторых, значит, говорят, что это песчаные бури, значит, так, это пыльные бури, в связи с тем, что, когда почва деградирует и выбивается весь, значит, покров, растительный покров, значит, та пыль, которая появляется, она, значит, взвесив вот эту пыль, они поднимаются. И вы, помните, в Асарханскую область они дошли, значит, накрыли Дагестан и Кибульский район, ну, в том числе и Кибульский район, всю Калмыкию, вплоть до Элисты, когда мы видели, значит, такое, как туман, значит, представляете, взвесенный туман, накрывает город, и, в принципе, мы вынуждены были обращаться, и люди обращались, значит, и в больницу, в связи с тем, что воздух был на сухой, значит, и дети обращались, и так далее, и так далее. В связи с этим, там обратились ученые Республик Калмыки, значит, и те предприятия, которые занимаются, по крайней мере, занимались ранее, значит, сопустыними, 22 июля, значит, мы, компартия Республиканское отделение Коммунистической партии Российской Федерации, совместно с межфракционной группой Народного права Республики Калмыки проводим, значит, научно-практическую конференцию, которая состоится 22 июля, на которую приедут представители, значит, Дагестана, Тарханской области, Чеченской республики, Волгоградской, Савропольской области, значит, так, и Савропольск краев, Ростовской и Волгоградской области. Если приедут, то мы пригласили, значит, исполнительные органы этих своих сопредельных областей, и в том числе ученых, и мы хотим выслушать и посмотреть, какая же проблема возникла у нас в республике, и пути решения, каким образом все-таки мы должны обратиться к федеральной структуре, обратиться к президенту Российской Федерации, значит, о том, каким же образом, в общем-то, борьбу с сопустыми принимать, государственную программу на уровне, на федеральном уровне. Поэтому это очень серьезная такая работа. Хочу отметить, что не только Республика Калмыкия страдает от этой, значит, опустынями, да, значит, ну и сопредельные, как те, которые назвал. А вообще в Российской Федерации подвержены, значит, деградации почвы, значит, опустынями, 27 регионов. Это касается и европейской части, в том числе, значит, европейской части, значит, Российской Федерации. Вот, поэтому такая вот довольно-таки очень серьезная работа предстоит, значит, и Компартия в этом отношении посчитала нужным, чтобы выслушать всех этих людей и принять резолюции, как я уже сказал, на уровне, и отправить на уровне президента Российской Федерации, законодательных, высших законодательных органов, исполнительные органы имеют в виду, значит, правительство Российской Федерации и так далее. Кроме этого, я хочу сказать, что фракция, значит, совместно с фракционной группой ведет большую общественную работу, значит, вы знаете и средства массовой информации, значит, и в Ютубе на сегодняшний день показывают те вещи, которые, значит, люди возмущаются, и мы приезжаем туда с операторами, со всеми людьми, выслушиваем этих людей, те проблемы, которые сегодня существуют, значит, выносим их на уровень исполнительных органов, в том числе, значит, рассматриваем на площадке Народного права Республики Калмыкия, значит, и, скажем так, тех комитетов, которые непосредственно должны наводить эти вопросы. Так было, у нас был рассмотрен вопрос на комитете, значит, по COVID-19, на котором докладывали, значит, предминистр здравоохранения Республики Калмыкия, значит, были выслушаны другие, значит, исполнительные органы и приняты резолюции. Но, к сожалению, хочу сказать, что на сегодняшний день, и обращаясь и к вам, и говорю, что ситуация, значит, с пандемией COVID-19 Республика у нас очень напряженная и тревожная. С каждым годом увеличивается, с каждым днем увеличивается, значит, число людей, которые заражены. С каждым днем, значит, мы смотрим, у нас появляются наши, скажем так, земляки, которые не смогли бороться с этой болезнью и уходят от нас. В Республике на сегодняшний день опять раскрываются панториумы, опять открываются, значит, места, где, значит, размещают людей. К сожалению, на сегодняшний день неуспеваемые, это нужно отметить, что неуспеваемые. И вы посмотрите, что на домашней, значит, на домашней изоляции более 2000 людей находятся на домашней изоляции, в том числе, значит, те люди, которые заболели COVID-1, COVID-2. Я это официально заявляю и говорю, почему? Потому что мои близкие родственники, значит, вот таким образом заболели, с детьми заболели, и, к сожалению, их не могут разместить и, как бы скажем, в рамках стационара лечить их. Врачи приезжают, к сожалению, город весь переполнен. Кстати, хочу отметить, что в Экибуруле у вас тоже идет вспышка пошла. На сегодняшний день, по-моему, 18 или 20 человек уже, так сказать, у вас 80 человек на дому, подверженным COVID-ом. Где-то 90 человек, которые контактировали с ними, и 9 человек в городе больницы, по ТВЛ-ам. А ты что на сайте, о том, что вы на сайте, о том, что вы не читаете? На сайте, о том, где данные мы не знаем. Там личные данные. Личные данные, мы только получаем ФСБ, мы там, понятно. Нет, есть ограничения. Есть ограничения, значит, вы знаете, с ответа закону, значит, фамилии, имя, отчество и всех. Мы можем, мы можем, мы не знаем. Нет, нет, я понимаю, но вы хотели знать, что болеет или не болеет, что это непонятно. Сколько человек? Хорошо, хорошо. Количество, например, сегодня вот... По республике? По республике? Нет, как по республике, да, я считаю. Ну да, да, по районам он тоже, да, конечно, я считаю, что это правильно. Хорошо, да. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день та угроза, которую, значит, представляет, там, третий период пандемии, третья волна пандемии, она сегодня есть, существует. И, естественно, конечно, в тех условиях, в которых мы живем на сегодняшний день, когда нехватка воды... И это надо официально признать, что нехватка воды существует, в том числе и в Кибрульском районе. Когда, значит, сегодня идет подвоз воды, но вы знаете, проблема водовода, значит, с подземных вод, со Старопольского, и, в первую очередь, это касается Кибрульского района, она находится под вопросом. Это отметил не только мы отмечаем, это отмечает и правительство Российской Федерации, значит, и мы прекрасно понимаем, что этот водовод или водопровод, будем его называть, значит, он под вопросом. И когда примут решение по нему, мы точно не можем сказать, что сегодня экспертиза идет с самого всего водовода, который сегодня идет. Будет ли она существовать? Не будет существовать, значит, это вопрос. Я еще раз говорю, надо признать. Город пользуется этой водой? Город водой не пользуется. Это вода заполняется у вас на сколько лет? До Магны, до Сосстанцева, доходит эта вода, то есть, это, как бы сказать, технологическая, да, заполняется. Вода в турбане должна быть пустой, поэтому ее заполняется до определенного подъема, а это подъем, значит, Магна, это ферма, значит, Аргаким, поселка Аргаким, значит, она туда доходит, дальше она на воде идет. Ну, я не буду, я точно могу сказать, что, например, на сегодняшний день этот водопровод находится под вопросом. Сегодня, значит, выделены средства для того, чтобы провести государственную экспертизу и принять какие-то решения. Значит, какие они будут, значит, сказать, что уже, но работают такие и ведутся. Я с вами, по-моему, согласен, что на сегодняшний день вопрос стоит, значит, по крайней мере, подчеркиваю, по словам главы республики, что сегодня понятный вопрос по Чаграйскому водохранилищу. Ну, вы знаете, в каком он состоянии, Чаграйскому водохранилищу. Там он заявлен, ИЛ, значит, там полностью. Вы знаете, что сброс идет. Вода в Чаграйскому водохранилище, она к питьевой тоже не считается, в связи с тем, что в водохранилище сбрасываются все, значит, воды, скажем, вторичного, да, или, скажем, водоотведения, скажем, тех городов, поселений, горные, значит, так, потоки, которые сбрасываются в Чаграйскому водохранилище, она, естественно, питьевой считаться не может. Сегодня это федеральная организация, федеральное имущество, и на сегодняшний день, как сказал, значит, глава, якобы могут начать, значит, ремонт водохранилища. Но вы прекрасно понимаете, что такое ремонт. Это, значит, откажется всей воды, значит, естественно, его будет чистить его. Это, я думаю, что не один год это будет проводиться. Поэтому открыто можно сказать, что проблема существует. Но проблема не только у вас, она существует у нас, и может наступить такой период, что может и в городе наступить. И в тех районах, в том числе я вот по Приджинскому району хорошо знаю ситуацию, она у них длится, например, десятилетиями, то есть в Приджинском районе проблема с водой стоит. Поэтому такая ситуация сложилась, и здесь как бы скрывать ничего не надо, надо просто людям объяснять и говорить, каким образом мы действуем, что мы делаем. У вас, насколько я знаю, вода, техническая вода, значит, вы разбираетесь с этого, с подстанции, да, которая у вас сегодня есть. Я имею в виду, вода куда приходит, в какие-то воду, значит, и так, в технологическом порядке, значит. С каким-то образом договорились, и вы как бы воду какую-то получаете. Питьевая она или нет, я не знаю. Дело в том, что, насколько Роспруднадзор сказал, значит, что та вода, которую у Кибурули, у Кибурули питьевой воды нет. Это их ответ. Я не знаю, каким образом, но питьевой воды как-то того нету. Значит, вода есть, она там холодного снабжения, по-моему, там, или она называется. Ну, вы прекрасно понимаете, что это техническая вода, вот. У меня их не было, у них вопросы были, значит, директорам школы, где горячее питание они готовят, но ряд директоров говорит, что они заводят с каких-то источников, воду подводят на водовозе, значит, сбрасывают в бассейн, потом с бассейна поднимают, значит, и очищают через фильтры, которые стоят на кухне. Ну, я не буду говорить, есть, значит, школы, где вода вообще не очищается. Ну, там, видимо, зависят они, из каких источников они берут воду в бассейн к себе, в бассейн к себе, в бассейн к себе. Есть где, например, водочистки, как такого, поэтому я, когда разговариваю, предупредил, говорю, не дай бог, смотрите с водой, смотрите, потому что вы детей кормите, и поэтому к воде надо относиться очень осторожно. Иначе, значит, любая вспышка, по такой жаре, значит, у нас от 40 до 45 градусов жары, значит, по территории республики, ну, где меньше, где больше, значит, а в среднем неделе такая жара, и она, в принципе, думаю, что она будет продолжаться. Поэтому в этом отношении необходимо к этому готовиться. К сожалению, должно сказать об детях, отдыха детей во время летних каникул. Ну, если не с пандемией, вы знаете, сокращение в городе, у нас при каждой школе существует, значит, лагеря дневного пребывания, но вы сами, как кажется, понимаете, что это значит. То есть дети приходят, там находятся, с ними работают воспитатели, да, но мы же жару не уберем. При такой жаре, значит, у нас, скажем, таких водных пространств, будем говорить, да, там пруда, озер, скажем, там каких-то искусственных таких водных, скажем, да, водоемов, будем говорить, да, их нету. Естественно, конечно, дети в жару сложно будет им даже в лагеря дневного пребывания. Там, конечно, кормят три раза, три раза кормят, вот таким образом. На мой взгляд, мне кажется, наступило то время, когда в республике Калмыкия надо строить, значит, полноценный, полноценный санаторий или же дом отдыха для детей. Условно говоря, это, оно должно быть круглогодично, круглогодично, то есть, это где-то, примерно, 300-400-500 детей должны, значит, круглогодично, в смену, я имею в виду смену, не в год, а в смену, значит, от 300 до 500 детей в смену должны отдыхать, то есть, там должно быть равном направлении быть, то есть, ребёнка, ребёнок не только приехал его там, значит, веселить и кормить его, он должен пройти какие-то профилактические, по медицинским показаниям, значит, какую-то профилактику, таких болезней, но я не говорю болезнь, например, но профилактические какие-то вещи мы должны идти с учётом сослабленного здоровья, значит, определённо там его оздоровлять и возвращать обратно к родителям, в школу, чтобы он дальше мог учиться. Мы этот вопрос, значит, держим на контроле и хотим, я уже это заявил и на сессии Хурала в народной республике Калмыкия, значит, о том, что необходимо выходить на федеральный уровень, мы сами его не построим, выбирать на необходимое место, где это должно быть, или это будет, скажем, на Каспийском, значит, море, да, или в Аганске, будем говорить так, или же это будет Цаганаман, например, да, или же это будет Кипрульский район, скажем, когда на... У нас же были эти лагеря республика Калмыки, да, у нас эти лагеря были, значит, почему, значит, принять такое решение, разбомбили всё, ну, это, знаете, вот, скажем так, 90-е, 2000-е годы, когда у нас детские сады продавались, значит, так, когда наши ФАПы, значит, так, скажем, мы разорили, будем говорить так, а сейчас строим, так же, как и детские сады, оно участвует, так же происходило и с учреждениями детских, учреждениями детских, детям для отдыха, которые были строили, это пионерские лагеря, ну, назывались они пионерские лагеря, значит, тогда можно было просто назвать дом отдыха для детей, там, или, там, еще как-то, да, почему их там разбомбили, и на сегодняшний день никто не знает, вообще, СНЕСКО спросил, ну, раз мы начали, значит, восстанавливать ФАПы, значит, медицинские учреждения, детские сады, я думаю, что необходимо сегодня, значит, для того, чтобы детей отрабатывать, необходимы эти лагеря для детей отдыха, значит, в летний период, а я еще раз повторяю, нам необходимо детей отрабатывать круглогодично, ребенок, например, который, а вы знаете, что на сегодняшний день в школах, когда идет диспансеризация, значит, мы прекрасно знаем, что дети имеют отклонение, или еще что-то, где-то, с процентом, значит, до 70% детей, как бы, их необходимо отрабатывать. Более того, я хочу сказать, что есть сигналы, значит, когда молодые люди идут, значит, в армию, будем говорить, да, через военкоматы, там идет комиссия, идет, значит, государственная, когда их смотрят и направляют, значит, там тоже проблема. Многие, значит, наши выпускники, те, которые, значит, готовятся идти в армию, служить, значит, у них тоже идет большое отклонение здоровья. Самое главное, что удивительно, идет такая проблема, есть, когда, значит, призывники, у них имеют, значит, недобор веса, что удивительно. А это говорит о многом. Это говорит о том, что, например, ребенок недоедает, значит, он не получает физического развития, значит, он остается на каком-то определенном месте, потому что, вы знаете, молодой организм должен получать, значит, в биологическом плане все, значит, микроэлементы и все остальное. Значит, есть проблема. Ну, а проблема, сами понимаете, это бедность. Сегодня, значит, вот сегодня свежие данные, значит, сегодня 450 тысяч человек у нас, значит, призвано, значит, в фору-статах, это люди, которые находят в нищете. Нищие просто, они, вот, ну, условно говоря, нищие люди. У них нет ни пропитания могут дойти, ничего нет. Более того, значит, примерно 19-20 миллионов человек находятся на грани, на грани, на грани, или там, получены, пользуются пособиями, и все так далее, и так далее. Значит, у нас продукты питания. Что удивительно, в летний период, значит, дорожают овощи. Что удивительно вообще. Ну, арбуды сейчас пошли по 45 рублей килограмм. Ну, понимаете, да, арбуд, если большие арбуды весят 10 килограмм, значит, 450 рублей, не вся семья, не каждая семья может купить для ребенка, и, так сказать, значит, чтобы ребенок, значит, мог попробовать его. В том числе, значит, дорожают у нас и овощи по этому поводу. Есть вопросы, и Министерство сельскохозяйства Российской Федерации, да, дало отчет о том, что у нас может подорожать, значит, в том числе и хлеб. Что недопустимо вообще. А если хлеб подорожает, то вы имеете в виду, прекрасно понимаете о том, что на сегодня подорожают сразу эти макароны, да, все мучное, совершенно верно, подсолнечное масло и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, значит, правительство, да, область и распоряжение, чтобы ГСМ, продукты питания, первые необходимые, значит, они находились, цены имеется в виду, находились под контролем. Ну, понимаете, понимаете. Понимаете. Если, например, на сегодняшний день свет стоит для наших людей, которые занимаются производством продуктов, переработкой продуктов, в том числе, значит, и хлеб-пекарня, значит, стоит для него 10 рублей. Ну, куда он денется? Он же, если, например, да, подорожает хлеб, значит, и он вынужден будет вкладывать туда, и себестоимость все равно хлеба в домашних зернах выросить. Поэтому в этой ситуации, значит, то обещание, которое нам говорили, что будет перекрестное, то есть нас, вот так и сделать, значит, объекты, которые будут, энергия будет уменьшаться, в связи с тем, что, условно говоря, нас соединяет с Ростовской области, значит, в связи с тем, что в Ростове стоит энергия, условно, я говорю так, 5 рублей, у нас 10 рублей, значит, у нас будет стоить на 7 рублей. Получается так, да? Ну, смотрите, у Ван Дима Иванова клиента, как Юрина, сказала, что у нас в Каблике самая дорогая энергия, и дала задание, ой, не тематика, дала задание, чтобы до декабря разобрались, да? Ну, и что, с 1 июля опять подорожало? Совершенно верно. Не то, что уменьшилось, да, опять все подорожало. Значит, ну, периодически, значит, вы знаете, нас приучали к тому, что все будет дорожать, периодически будет. Вот, ежегодно, значит, подорожает электроэнергия, газ, и все эти энергоносители не дорожают. Поэтому, в сожалению... Не, ну, зачем-то она говорит, что у нас не самый богатый регион, который... Да, у нас самый нищий регион, значит, да, самый нищий регион, значит, да, в Южно-Федеральном округе. Вот я, чтобы вы знали, там, у нас на грани, так сказать, с Тувой, мы вместе с Тувой, экономики, значит, у нас всегда где-то ниже 75, мы всегда сидим там. Значит, ну, на сегодняшний день, вы знаете, подрыв, значит, агропромышевого комплекса произошел в системе Сан-Сан-Сахаха, Саранча, значит, и так далее, и так далее. Тут многие говорят о том, что вот, там, правительство, там, глава, значит, решает вопросы на уровне, скажем так, на высоком, на федеральном уровне. Ну, два года прошло, два года прошло, значит, воды как не было, так и нет, и решается вопрос. Аварийное, значит, жильем устроено, жилье, значит, у нас не получается полностью, это выполнено. Сироты, как были без, значит, квартир сироты, а вы представляете, они растут, они выпускаются, и, естественно, с каждым годом, значит, это количество этих сирот, которые бездомные находятся, значит, они увеличиваются. Мы не можем за этим поспевать. Мы не можем обеспечить их жильем, хотя в соответствии с законом мы обязаны обеспечить их. Такая же проблема, значит, и по льготам. Вы знаете, что на ребенок и сегодня по льготам ребенка, значит, пособие 200 рублей. Ну, вы представляете, как можно на 200 рублей, значит, ребенок что-то приобретить, что-то сделать. Этот вопрос стоит на сегодняшний день в серьезе. Денег в республике таковых, которые можно было что-то расширять и вкладывать в экономику, нет. Инвесторы к нам не пришли, которые мы на что надеялись. Сегодня есть инвесторы, которые пришли, это вот занимаются зеленой энергией, то есть это ветряная энергия, значит, и солнечная энергия. Эти люди занимаются, но вы же прекрасно понимаете, что они работают, скажем, на себя. Мы надеялись на то, что, например, вот придет, значит, ветер и солнце придет к нам, энергия начнет, и мы будем меньше платить. К сожалению, например, этого не случилось. И надо констатировать тот факт, что необходимо и руководству, значит, среди республики над этим работать. В том числе, значит, я еще раз говорю, мы не снимаем, значит, ну, свои, значит, проблемы, значит, и законодательный орган республики, значит, парламент республики. А мы тоже должны, значит, находить какие-то вещи в законодательном порядке, значит, носить изменения в законе и так далее. Думаю, что в следующий период, значит, фессионной работы мы будем об этом говорить, поднимать эти вопросы. Что касается, значит, выполнения национальных проектов, вы знаете, что мы участвуем в 10 национальных проектов. Хочу вам доложить, по итогам 2020 года, значит, единственный объект, который идет по национальным проектам, в Киеврунском районе, как бы сдан, это детский штат, как Приманоч. Остальные объекты, все переходящие, вышли на 2021 год, и там есть даже вопросы, по ним существуют. У нас есть вопросы, значит, по школе, этого, новой школы в Троицком. Сейчас вопрос стоит там по фундаменту. Вы знаете, хочу доложить о том, что новый садик, который мы сдали в Троицком, значит, он сегодня находится в аренском состоянии. Совершенно новый садик. Поэтому, ну так вот принимали, что и сегодня стоит вопрос такой же, по новой школе. Вот таким образом. А зачем ты понимаешь, что это дело, а кто принимал в Троицком? Ну, сейчас разбираюсь, но я хочу вам докладывать о том, что на сегодня день, как и могут строить. У нас сегодня, значит, под вопросом стояла, значит, сдача детской поликлиники, которую мы 10-летними ждали, когда его построить, значит, так. Да, он должен был сдать тоже в декабре-светок прошлого года, но, к сожалению, он не сдан. И, в принципе, на сегодняшний день там готовят его к сдаче, но, опять же, вопрос стоит под вопросом, значит, будет он сдан, не будет он сдан. Значит, к сожалению, это говорит о том, что мы очень плохо работаем, значит, с проектами и документацией. Плохо работаем, значит, если нам вошло, что фундамент у нас в улице уходит, значит, плохо работаем с георгой техники, значит. И так далее, и так далее. То есть вопросов очень много. Мало того, чтобы, например, выбить деньги по национальным проектам и все остальное, надо к этому готовиться. Меняется, конечно, не сказать. Это один вопрос. Второй вопрос, вы знаете, мы все время говорим о том, что сельскохозяйство, нам необходимо, например, средства, чтобы развивать его, переработку и все остальное. Но вы поймите, тут надо тоже объективно быть, подходить объективно к этому. Да, у нас сегодня выделяется немало средств из федерального бюджета для поддержки агропромышленного комплекса, животноводов, росневодов и все. Но никто на сегодняшний день не считает о том, что мы помогаем частным, кристианским секретным хозяйством, СПК, значит, и все. То есть на сегодняшний день у нас открыто надо сказать, открыто надо говорить об этом, что у нас государственного сектора, в агропромышленном секторе нет. Нет там государственного ничего. Есть, значит, есть, если говорят там, то есть ГУПы, это единственное можно отметить только, по-моему, по Челеземельскому району. Остальные это акционерного общества открытого типа, закрытого типа, крестьянского секретного хозяйства, СПК и так далее, и так далее. Но государство, тем не менее, значит, выделяет средства, кто занимается этим. А кто сказал, спросил, значит, так и сказал, а эффективность какая? Да, вот шерсть получаем по 2 килограмма. Когда такое было? У нас ниже 3,5-3,8, ниже никогда не падала шерсть, я сказал, сын. А в некоторых хозяйствах доходило, значит, до 5-6 килограмм, значит, и так далее. И поэтому в этом отношении, значит, есть, конечно, вопросы, это говорит и об управлении самым, значит, сельском хозяйстве, министерстве, таким образом, там работают. Это говорит им, правительство должно на эти вопросы тоже отвечать. Ну и по свету вы можете разобраться? По свету? Да, тариф отражка. Тариф он, ну, здесь надо просто честно признаться, значит, на сегодняшний день ни Чубайс, например, ни его, значит, скажем, да, те предприятия энергетические, которые, значит, занимаются добычей, энергетическим, значит, распространением, продажей, они, значит, не идут на это. Вообще, они откажутся идти, к сожалению, например, население, у нас в республике, у нас самая дорогая энергия, у нас нет своей площадей. У нас есть по-моему уровень правительства. Есть один вопрос, который, значит, мы хотели револьверным способом сделать, я говорил, да, где фирмы, которые, значит, строят у нас ветряные, да, энергетику, да, и солнечные, которые у нас сегодня строятся, хотели револьверным способом, то есть, они поставляют или нет. Условно говоря, там, для республики необходимо, условно говоря, 125, значит, киловатт энергии, чтобы покрыть все наши охоты. Я, условно говоря, может, там больше, может быть, значит, то есть, а вырабатывают у нас, например, условно говоря, там 200, да, вот. Мы бы хотели бы, чтобы вот эта энергия, которая сегодня у нас вырабатывается на нашей территории, значит, каким-то образом брали на себя те, значит, инвесторы, значит, часть на себя, значит, и таким образом покрывали. Вот почему я говорю, мы готовимся к этому, значит, вот мы хотим предложить на хурале, на заседании хурала, на сессии хурала, значит, вот поднять этот вопрос и предложить правительству, чтобы мы договорились таким образом покрывать. Я хочу сказать, видите ли, как получается, они же, в принципе, люди, которые вкладывают деньги инвесторов, естественно, они хотят заработать на это, значит, вернуть эти деньги. Поэтому с ними сложно говорить, хотя есть закон, что на той территории, на которой они находятся, они должны деньги, значит, инвестировать и, значит, под социальным объектом, помогать, строить. У нас это протокольное, протокольное в связи с тем, что мы сегодня отчитываемся, рабочая встреча, отчитываемся, просто хотим знать, ну, это обязанность наша, отчитываться перед избирателем своими, перед населением, поэтому... Это, конечно, вы должны с него спросить, вот есть депутат у вас районный муниципальный образованный, вы должны с него спрашивать, значит, главы, значит, в течение после... Нет, не местный, не нашел. Нет, нет, для чего? Глава республики, он должен отчитываться после окончания года, в первом квартале, в соответствии с законом, должен отчитаться за тот год, который прошел. Ну, имеется в виду на сегодняшний день, 2020-й. Ну, на сегодняшний день глава республики не отчитывался и за 2019-й год, и за 2020-й год. Ну, вы знаете, я и за него не могу отвечать. Ну, пока так. Как будет встреча с населением? Простите, а вот прошло население, какие вопросы? Ну, вы же знаете, вот так, мы население требуем, чтобы к нам пришли, вытаскиваем машину с домов, да, чтобы к нам на встречу пришли. А с главой, или там, например, с другими, федеральным министром, значит, там людей выбирают, чтобы туда пришли. Таких, которые удобнее. То есть, там, да, они врутся, стоит их туда. Нет, вы практически, по-то же Евгению еще, чтобы, вот, как Путин, прямой эфир сделал. Как люди, задавали вопросы уже на местном уровне. Похоже, Путин сказал, что он обязан. Значит, да. Выше чьего? Вообще, любой глават должен прямой эфир проводить. Вот, пожалуйста, эфир, который сегодня идет, значит, мы уже, да, партии уже идем к тому, чтобы мы, например, разговаривали с людьми и все знали, что мы приехали, с вами разговаривали и ваши вопросы записываем, потому что вот все эти вещи, в принципе, проблемы, которые есть, это будет знать вся республика. Не надо скрывать этого, поэтому, к сожалению, получается, что власть не хочет, так сказать, в этом отношении раскрывать все это дело, ну, тогда, получается, вынуждены мы, фракции, значит, или же партийные органы, значит, так, мы должны вот таким образом разговаривать, но это все равно дойдет до них тоже. Мы на это надеемся, что, если, например, не встречаясь с людьми, не хотят, значит, отвечать все равно, тогда мы говорим, давай тогда через нас, мы будем транслировать, да, эти вопросы вам, и вы, как бы, тоже отвечаете на эти вопросы. Ну, видите, еще люди не верят, ну, вот, изберем, да, приехали, избрали вас, да, и все, до следующих выборов. Никто же не работает. Ну, вот, давайте, я вот это третье вопроса, значит, вы меня избрали, значит, я обрятался, согласен, так сказать. Ну, не ездите, что ли, а можно сам по себе быть, живой откуда? Я, я бываю на школе, в детском саду, я приезжаю, потому что вас собрать невозможно, значит, так, я прошу, значит, чтобы меня в школе встретили, встречались очень сильнее, с работниками детского сада, значит, где-то у нас есть вопросы, значит, помогаем материальным, например, условно говоря, там, есть необходимость такая. Ну, есть такая необходимость, значит, мы помогаем, и школе помогаем, и детском саду помогаем, там, где-то телевизор купить, где-то там мягкую мебель нам необходимо привезти, где-то купить надо, значит, как называют, вот это, спресс-систему, значит, так, отопление, вы знаете о том, что, например, за проект документации по ЦРБ вашему центральному, значит, оплатил и коммунисты оплатили. Хмутниковский, значит, дом культуры, значит, тоже отопление, значит, мы покупали, делали. То есть, я хочу сказать, что мы все время находимся, скажем так, но вы, к сожалению, например, население, вот у вас пришло там 6-7 человек, значит, население, значит, так не приходит. Тогда бы они больше знали бы. Поэтому мы, почему мы сегодня, когда у нас идут такие, все те законы выложились в связи, мы это все записываем, потом, чтобы вы, не только вы, но и власть знала о том, что мы пришли, пришли к вам, значит, и с вами составили договор, и какие вопросы. Самое главное, чтобы у нас была связь. Напрямую нет связи, значит, хорошо, тогда давай через нас, тогда будете, значит, встречаться путем, да, мы вам будем докладывать, а вы тогда отвечаете и все остальное. А по-другому никак, по-другому никак. Я хочу вам сказать, что, значит, в августе, значит, потом в сентябре месяце к вам приедут, там будут министры приезжать, значит, большими концертами будут приезжать, представлять своих кандидатов в депутаты от политических партий. Ну, ну, знаете, у нас есть одна партия, значит, партия власти, значит, вот они, как делать. Вот вы им там задавайте вопросы, вас не пускают туда, вас тоже там отсекать будут, вот вас не пустят, а вы туда приходите, задавайте вопросы. Вот вы пять лет пробовали, значит, в Государственной Думе, что вы сделали? Значит, не сможет ответить, нет, не сможет ответить, приедут эти депутаты, которые не избираются от них, значит, они не приедут к вам. А вы задавайте вопросы, значит, главе, правительству, значит, всем тем, вы их зачем избирали, зачем посылали, значит, так, что они сделали, пусть отчитаются. Никто же не отчитался, как мы, например, ездим. Ну, давайте, наверное, у вас была перед теми выборами, ну, сейчас опять она приедет. Нет, 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 нет. Живи, нет, нет, оно уже не выдвигается. Нет, там другие приедут, другие приедут обещать вам и водопровод построить, значит, и агропромышленный комплекс поднять, и агрорация у вас будет и так далее, и так далее. Но вы знаете, надо подходить, человек когда говорит, значит, вы просто тогда с ним надо беседовать. Молодой человек, значит, вот вы говорите, а вы исполните это или нет? Вы берете на себя ответственность, что вы то, что вы говорите, все вы сделаете. Прям в лоб надо задавать вопросы и все. Вот мы, например, буквально где-то, наверное, на этой неделе, на следующей неделе к вам придут наши газеты, где четко, ясно расписаны наши предвыборные программы. И мы не скрываем этого. Мы сказали, если у нас будет большинство государственных думок, первое, что мы сделаем, мы примем закон, значит, что все богатства земли, например, ископаемые и все остальное, мы перейдем в государство. Почему не будет? Вы хоть раз, хорошо, ладно тогда. В Советском Союзе, при Советском Союзе как было? Хорошо, так, все было общее, наше. А мы о чем говорим? Ну, о чем вы считаете, что это невозможно? Нет, если будет большинство, я еще раз вам говорю, вы мне слушайте, пожалуйста. Я слушаю. Если у нас будет большинство на государственную думу, мы первое, что сделаем, мы национализацию проведем, мы уже об этом говорим открыто. Почему нас боятся, почему вам говорят, что коммунисты придут, все отберут, последний дом отберут у вас. Опять комфорт приводят. А у вас зюганов как? Вы относитесь к зюганову, вашему главному. Что тебе дают? Ну, ваш главный, вот, как, секретарь. Да, да. Я в нем разочарована, например. Да, ты спревались, ну, узнаем. Он уже старый, на печь идет. Он же вечно не будет, ничего. Ну, уже пора, уже возраст. Ну, такие, как Козачко, Зюганов, Жириновский. Ну, наверное, его Путин уговорит, сказал, ты еще продолжай, пока. Жириновский, Зюгановский. А у вас партийная дисциплина есть, у ядра, например? Вот, Зюганов знаете, сверху эти какие-то там разнарядки? Ну, разрез идет, допустим, с вашей позиции. Нет, ну, у нас, по крайней мере, у меня, Геннадий Андреевич, таких вопросов не возникало. Я обычная смерть, я аргументирую, доказываю, что этого нет необходимости делать. Ну, открыто могу сказать, например, есть проблемы, вы знаете, да, у нас, как бы, в Российской Федерации почти где-то 8% поддерживают Сталина. Сталина. Хотя, мол, Сталин был, да. Поэтому у нас, в Республике Калмыкия, у нас такого нет. Хотя, я бы понимаю, что это партийная дисциплина. А по-моему, тоже было приятно, а вы какие-то изолбанники на Сталин? Ну, это ее личные... Но она же ваш партийный. Нет, я, извините, и здесь у нас есть люди, которые, значит, поддерживают Сталина. Это личное его право. И, если, например, коммунисты хочешь поддерживать, например, Сталина, ради бога, мы никому не запрещаем. Я говорю, мы доказываем свою позицию в Республиканском комитете. Но мы на партнер ездили. А? На партнер ездили. От себя? Ее лично пригласили, она поехала. Она не официально, она партия. Она официально не его такого, значит. Сережа прошел, он прошел, значит, Чеченскую войну прошел, значит, я не буду скрывать, он инвалид, значит, у него нет руки, у него нарушена, значит, нога, ну, просто нет, ну, и еще. Он, в принципе, хочу сказать, что он, значит, подорвался, значит, на брониспортере, то есть попал на мину, значит, мину, представляете, там выжили не все, если все подошло так. А сам инстинский, да? Я сам инстинский. Мы жили в одном, как я, в дворе, я его знаю, с детства знаю. Поэтому мы такие. Нет, не поехали. Он сам пришел. Не поехали, он пришел сам. А он пришел сам, значит, вступил в партию, значит. А вот ряды наступ в партию. А? А ряды в партию вообще наступ, вступают. Ну, вот я же вам показал. Ну, это было 21 год ему, значит, и у нас таких за него надеются. А сейчас борьба за пенсионеров идет. Вступить в партию пенсионеров. Нет, ну, вы хотите, ради бога, туда и вступайте. Вы же можете прийти. Ну, у вас, например, дети и войны, значит, так. Почему партия пенсионеров, значит, не говорит, чтобы год и дети войны дали? Почему они молчат? Я спорю, потому что партия пенсионеров специально создана кругом. А вот я не знаю, при входе я видел нашего представителя Совета ветерана труда или кого-то тут? Не было вот здесь? Нет, был, был. Ушел, да? Ушел. А сейчас не урок. А кто сейчас? Кто-кто? Гиллиан. Гиллиан Николаев. Бережит. Мы вообще не знаем об общественной жизни, потому что, как вот, в сайте говорю, РБО, там мы не знаем, какая у нас ковидная обстановка. Мы не знаем, у нас есть общество инвалидов. Вот я, например, говорю, раньше было районное общество инвалидов, было, да? Как-то могли, да. Нет у нас этого общества инвалидов. Ветеранов пенсионировали, как там, ветеран труда, да? Чем занимаются эти общества? Ну, они скоро появятся. Я-то поняла, что вы сейчас сидите, как не замглавы района, а как реки. Как первый секретарь. Как первый секретарь. Первый секретарь. А еще второй есть еще секретарь? Как? Нет. Нет, вы говорите, первый секретарь. Это раньше так было. Второй сейчас секретарь? Нет, второй, тренинг. Вот к вам на приемку не как главе, а вот как коммунистическому вожаку. Я не член партии, я не коммунистская. А можно вам личный вопрос задать? Вам не мешает то, что вы как секретарь райкового партии? Значит, и только замглавы района. И в районе замглавы района. Вам давления не бывает? Значит, первые годы, когда это был назначен, мы не призывали, что это было совсем небольшое. Ну, я сказал, что, знаете, в моем возрасте менять связи. Когда я был в советское время в Катеринфорском, а потом был завор к отделам райковой партии. Нет, в Хомутниковском был. Здесь я инструктор-техозотдел, я прошел все ступеньки. Был тарел в Катеринфорском, здесь в районе. И на втором этаже, как говорится, флаг поменять. Я просто, у меня что-то, собственно, не позволяет. Я говорю, я, ну, меня советская команда дала. Два высших образовательства закончил. Ну, вот я хочу пришла сегодня на эту встречу, потому что можно было на местном уровне это было решить. Я прошла, потому что тут будут три депутата народа Урала. Я хотела на уровне законодательного, чтобы они как-то, у них там отчитываются министры. Чтобы они вот этот вопрос изучили, потому что не я, на принципе, пенсионного снова. Инвалидов у нас много в районе. Я был в Госдуме в 2007 году, ездил на совещание в Госдуме, и я поделал тройку учителей. Учителя, помните, раньше коммуналу не оплачивали. Я был в Умени, когда приемли отсюда, взял письмо от Госдумы, и мы по всем школам отправили. И с тех пор начали начать. Александр Николаевич, я часто спорю говорю, когда провозили вот эти друбы, мы так оправдали, чтобы у нас вода, да? Провозили вот эти пасы друбы. Ну почему дарюку установили, вот письмо, куда заезжали. Прекрасно знаешь, ну я же, допустим, с моим братом, я спорю, за вот эту партию пенсионеров. Я, например, за коммунистом, он говорил, что эти коммунисты, у меня не то, что за коммунистом, у меня взгляды всех советских времен просто. Я не член, ну когда-то с консорном работала, допустим, тоже не член никакой партии была в Салхозе. Ну у меня взгляды, я те коммунисты, которые раньше были. Ну потом, когда идет сговор с Васьки, там разные эти, вот это, да, вот это мне, наблюдая тоже я, вот так иногда бывает. Ну я тебе одну вещь хочу сказать. Я, например, если на нас, в народном окоразе, то 4 коммунистов. Ну я верю, я все эти смотрю. А как нам законы принимать? Мы же никогда не примем законы. Я хочу вам сказать, надо убеждать тех, и Елена Росова, и Пробеда Росова, убеждать то, что необходимо это принимать. Или какие условия для этого ставят, что они задним ходом лицам могут дать. А как вы хотите? 4 человека. Ну вы же помните, когда меня избрали здесь одного оппозиционера, значит, в 2000 году. Вы же понимаете? Потом на мою сторону сколько перешло людей? Большинство. Это убеждать это такие нервы надо. В одной себе, что... А по-другому никак разъединиться. Правда, мне кажется, вот эти коммунисты, у меня уже 43 года коммунистского стажа, да? Мы на митинги ездили, там, свечки жили, плясали, пели, все, да? А сейчас тишина, застой. Альсандр Могачев, так ты немножко... Закон, это меняется. Вы знаете, например, даже вот замка, например, закончилась, если полгая здесь не было, вам не отключили бы, сказали бы. Нору проводил митинг. И, в принципе, меня могли бы, например, привлечь. Почему? Я просто... Я сегодня объясняю, потому что наша сегодня встреча, протокольная встреча, это встреча, соответственно, законам. А так на улице, когда мы встретились бы, например, меня могли привлечь. Раньше такого не было. Законы с каждым годом, ежегодно уже отличаются. Ну, все равно раньше как-то будоразили нас эти коммунисты, а я там старая бабка-то скандаляло. Я помню вас, почему? Допустим, площадку вам у меня встреча с центральными выделяю, в районах. Ну, мы будем определять. В районах, конечно. Ну, здесь все для вас. Если откажут меня, например, то я буду с другими на улице. Согласна за мной. Да, на улице расстояние больше людей соберется. Ковид, ковид, нельзя сейчас собираться. Вот. Ну, нельзя. Тогда почему фестивали многотысячные? Там сидят. Вот это правильный вопрос. Да, все можно. А на улице, вот, мы на расстоянии полтора метра, друг от друга, и в масках, и хотим встретиться. Давайте я дам слово. Я вам говорю, товарищу, ты ему тоже говоришь, чтобы он на улице проводился. Привез музыку, включил, микрофон включил. Придут, все в теечке сядут, выберут, значит, большой тел, чтобы тень была большая. Машина ездила, да? Да, да.